Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим, как можно детей развлечь дома и в детском саду. Тем более сейчас мы с вами все закрыты на карантин в течение недели. И когда у нас находится дома ребёнок маленький, или в детском саду вы работаете с детьми раннего возраста, или же у вас у самих есть маленькие дети, то мы с вами и разберём это на пособие прекрасном, которое называется «Мой первый словарик». Можно следующий слайд? Вот, посмотрите, это книги, про которые мы сегодня с вами будем говорить. Эта серия книг состоит из шести книг. Игрушки, транспорт, домашние животные, овощи, фрукты и цвета. Это пособие можно с детьми использовать, начиная с восьми месяцев и вплоть до школы. И как их можно использовать, сейчас мы с вами узнаем. Потому что очень часто бывает, что родители или воспитатели, приобретая такие книги, эти книги в основном доступны детям от года до трёх лет. Но не надо бояться, и сегодня мы узнаем, как эти книги можно использовать во всех возрастах. Эти книги можно начинать использовать с восьми месяцев. Когда ребёнок маленький, мы пытаемся ему показать картинки. То есть мы открываем ребёнка, он смотрит. Можно попросить? Ребёнок смотрит, разглядывает картинки. Многие картинки ему здесь знакомы. И мама или педагог начинает ребёнка знакомить с первыми его словами. И говорит, посмотри, это пирамидка. Посмотри, это юла. И так далее знакомит со всеми словами, которые изображены в данных книгах. Пассивный словарь пополнили детям. Но как нам убедиться? Действительно, ребёнка эти слова ушли в его пассивный словарь. Очень спокойно мы можем открыть книгу и показать ребёнку. Посмотри, где здесь кошка или там, где здесь киска. И если ребёнок покажет на кошку, значит, это слово ушло в его пассивный словарь. И у ребёнка это слово уже есть. Ребёнок растёт, и ему уже становятся эти занятия скучными, потому что он уже всех выучил. Дальше мы пытаемся с ребёнком помочь ему произвести первые такие слова звукоподражания. Когда мы открываем книжку и показываем машина, да, машина, друн-друн-друн, ребёнок пытается за вами повторять. Друн-друн-друн. И первые его слова, когда вы будете говорить, покажи, где здесь автобус, он будет показывать и говорить. Би-би-би-би-би-би. То есть он уже усвоил и может даже такое первое подражание произвести. И дальше мы пытаемся уже с ребёнком, чтобы он начал называть слова полностью. То есть мы открываем книжку и говорим, что это? И ребёнок должен сказать, это яблоко. Да, мы учим. И когда уже с детьми чётко произносим яблоко, то вы понимаете, что это уже возраст не один, не два года, а это уже три-четыре года, когда детей учим правильно произносить все звуки. Чтобы на этом не останавливаться, и как же эти книги можно использовать дальше? Очень просто. Дальше вы можете предложить ребёнку, например, открываете и говорите. Кто это? Кошка. Какой первый звук в слове «к»? Кошка. Ребёнок скажет звук «к». А найди, пожалуйста, ещё изображения, которые начинаются на звук «к». И ребёнок, листая эту книгу, он ищет и говорит «к», «корова», «к», «коза». Дальше пролистывает и смотрит. Есть ли ещё слова на звук «к». Да, вот он нашёлся. «К», «кролик». Мы с вами видим, что когда мы с детьми уже ищем первый звук слова, это уже дети у нас идут от 4 лет и выше. Если мы уже пытаемся искать не звук «к», а букву «к», то тогда это уже старший дошкольный возраст. И благодаря таким занятиям эти книги остаются с детьми на долгое-долгое время. Также можно предложить другой формат. Когда вы с детьми в 5 лет пытаетесь разложить слово на слоговую структуру. Например, слово «лимон». Сколько здесь слогов? И ребёнок, будь то хлопками, будь то кладя руку под подбородок, он проверяет, сколько в слове «лимон» у нас слогов. Мы видим, что «лимон» – два слога. И дети продолжают изучать буквы, звуки, слоги. Далее можно занятия с детьми по этим пособиям усложнять. Также хочу обратить ваше внимание на книгу, которая помогает детей знакомить с цветами. В этой книге представлены не только основные цвета, которые мы изучаем с детьми в раннем дошкольном возрасте, но также цвета, которые вы продолжите с детьми изучать и в более старшем дошкольном возрасте. Посмотрите, цвета предлагаются красный и оранжевый. И здесь с ребёнком можно даже поговорить. А как можно достичь оранжевый цвет? С какой краской можно смешать красный и жёлтый? Найти жёлтую краску. Ребёнок ищет. Вот она, жёлтая. Жёлтое солнышко. Такие занятия с детьми будут очень интересны. Чем ещё хороши эти пособия? Мы первый словарик. Помимо того, что мы знакомим детей с первыми словами, с первыми звуками и так далее, эта книга сделана из очень хорошего материала Ева. И если маленький ребёнок годовалый возьмёт эту книгу в рот, ничего страшного не случится, потому что это самый безопасный и экологичный материал. Из него изготовлена вся серия этих книг. И даже если ребёнок, как говорится, накусывает каждую эту книжку, она всё равно останется в хорошем состоянии. Порвать её очень сложно. Вот видите, мне приходится даже усилий сделать, чтобы хотя бы даже помять. Этого невозможно сделать. Но вы понимаете, что мои силы намного сильнее, чем маленького ребёнка. Также для малышей эта книга очень хороша, то, что она небольшого формата. Дети её легко возьмут в ручки. Они смогут в свободное время листать её и находить знакомые слова, и произносить «матрёшка». Когда дети уже научились работать с этой книгой и по книге узнают все предметы, вы можете усложнить задачу. И, например, погремушка. В каждом доме, в каждом детском саду есть игрушка-погремушка. И вы просите ребёнка, а пойди, пожалуйста, найди погремушку. Где у нас есть ещё погремушка? И, кстати, тут ребёнок уже начинает отрываться от картинки ему знакомой и идти в комнату, в группу, искать погремушку. Вы понимаете, что слово «погремушка» она вроде одна. А сколько может быть разных, разнообразных погремушек? И ребёнок должен понять, что все эти погремушки, они называются одним словом. Так что их объединяет? И благодаря таким книгам дети постепенно начнут это усваивать. Например, когда мы с вами говорили про цвета, вы также можете сказать, а давай мы с тобой найдём игрушки, какие у нас есть, синего цвета. Принеси мне игрушки синего цвета. И ребёнок идёт в комнату, ищет игрушки синего цвета и приносит их взрослому. И взрослый смотрит, если действительно игрушки синего цвета, значит, ребёнок эти слова уже усвоил, и он ими может владеть. Вот из того, что мы с вами сейчас проговорили, вы видите, что эти книги спокойно можно использовать, начиная от восьми месяцев и заканчивая школой. Поэтому если вдруг у вас такие книги будут в старшем дошкольном возрасте, вы должны понимать, что с помощью таких книг вы можете изучать буквы. Эти книги можно купить на нашем сайте «Школа семи гномов». И в это, повторюсь, конечно, тяжёлое время мы даём всем покупателям промокод. Промокод будет звучать «МПАДА» 5 букв, и вы получите скидку 25%. Если, например, уже дана скидка на какой-то товар, и вы этот товар приобрели, но у него скидка была 15%, автоматом пересчитается, и будет у вас скидка 25%. Скидка по промокоду действует с сегодняшнего дня, и она будет действительно по 15 октября. Я бы такие книги, знаете, с удовольствием очень рекомендовала бы родителям. Скорее всего, если вы работаете даже не в младшей группе, а в средней или в старшей дошкольной группе, возможно, у ваших родителей есть дети маленького возраста. И как бы им было интересно позаниматься. Потому что зачастую родители покупают такие книжки, но они не знают, как им правильно пользоваться этими книгами. И наша задача педагога — научить родителей правильно использовать книгу. А чтобы правильно научить родителей, мы должны в первую очередь сами знать, как можно с этой книгой взаимодействовать. Наши эфиры, как читать правильно книги, как заниматься по книгам, если это какая-то рабочая будет тетрадь. Вы сможете научиться на наших утренних эфирах. Эти утренние эфиры будут проходить каждый день, кроме субботы и воскресенья, в 11.00. Будем рады вас видеть. С удовольствием вам расскажем о всех новинках, которые выходят в издательстве «Мозаика Синтез». Советовать самую лучшую литературу, которую можно использовать не только дома индивидуально с детьми, но и также на групповых занятиях или в свободной деятельности детского сада. Спасибо большое. Ждём вас завтра в 11 часов. До свидания.